Здравствуйте дорогие друзья! Сегодня чудесное солнечный день и мы решили нашей семьей поехать посмотреть удивительный поселок Вифлеем Галилейский. На иврите этот поселок называется Бейт-Лехи-Маглили. История этого поселка насчитывает больше двух тысяч лет. В Ветхом Завете этот поселок упоминается как Бейт-Лехи-Мазория. Поселок находится в 30 километрах от Хайфы и в 10 километрах от Назарета. Из-за близости к Назарету некоторые историки считают, что именно в Вифлееме Галилейском родился Иисус. Старший археолог Израильского управления древности придерживается этого же мнения. До конца 19 века были хорошо видны руины церкви и синагоги. А археологические находки раннеримского периода показывают, что это был процветающий город. Таким образом, библейский Вифлеем Звон отождествляется археологами с сегодняшним Вифлеемом Галилейским. В 1517 году деревня была включена в Османскую империю. В период британского мандата в 1922 году была проведена перепись населения Вифлеема Галилейского. На тот момент население составляло 224 человека, из них 111 христиан и 113 мусульман. В 1906 году храмовники из немецкой колонии в Хайфе основали колонию в Галилее, назвав ее древним городом Вифлеемом Галилейским. До сегодняшнего дня в поселке сохранилась большая часть домов, построенная по оригинальному стилю храмовников. По стилю она похожа на дома, построенные тамплиерами в других частях Израиля. С началом Второй мировой войны все немцы были объявлены вражескими пришельцами. Британские власти отправили их в Австралию. 17 апреля 1948 года в Бейтлехе Маглили вошли добровольческие батальоны Хаганы. И с этого момента Бейтлехе Маглили превращается в израильское сельскохозяйственное поселение. На сегодняшний день туризм и ресторанный бизнес все большую роль играют в жизни поселка. Бейтлехе Маглили вошли. Бейтлехе Маглили вошли. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнали Симон Спасибо за просмотр! 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 Спасибо за просмотр!